Готовимся к паводку. Затем, чтобы Щелково не превратился в город на воде, следит комиссия по чрезвычайным ситуациям. Заседание, посвященное противопаводковым мероприятиям, прошло в администрации Щелковского района. В качестве зоны риска была отмечена деревня Мизинова, находящаяся в пойме реки Воря. В 2013-м из-за разлива реки там даже пришлось эвакуировать жителей. Однако на комиссии сразу подчеркнули, что в этом году угрозы серьезного подтопления нет. Запасы воды в снеге невелики. Вчера на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Московского области представители гидрогенцентра сориентировали, что запасы воды в снеге меньше среднего значения 56% от нормы. В лесах запасы воды в снеге, конечно, больше 88%. Однако, по словам заместителя руководителя администрации района, температурный режим будет способствовать плавному, постепенному сходу снежного покрова, что поможет избежать паводка в этом году. И все же администрациям поселений района было дано поручение держать руку на пульсе, регулярно патрулировать важные социальные объекты, возможные места подтоплений возле СНТ. На объектах водоснабжения будет проведена санитарная очистка, чтобы не допустить загрязнения питьевой воды. Алексей Валов также поручил составить карту локальных подтоплений на дорогах района, чтобы летом в этих местах организовать водоотведение. За этот период необходимо составить карту подтопления и летом по возможности провести профилактические работы для отвода поверхностных вод в сторону, где они могли бы быстро всосаться в почву. Информация о правилах поведения во время паводка будет размещена в районных СМИ и на сайте администрации. Лично принять участие в устранении последствий жители могут, сообщив о подтоплении на номер 112. Убедившись, что угроза паводка в этом году, минимальная комиссия приступила к вопросам дальней перспективы обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенний-летний период. Как обычно, в этом году на территории района будет четыре официальных зоны отдыха. Городской пляж на Клязьме, озеро Черное, Медвежьи озера и Суворовские пруды. Водная гладь Медвежьих озер и Суворовских прудов находится в аренде у предпринимателей. И помимо комфортных зон отдыха, там будут организованы спасательные и медицинские пункты. В Медвежках также есть возможность подключить народную дружину. Вы знаете, что у нас очень активная дружина. Соответственно, наш командир дружины со своими дружинниками. А в основном вся дружина, она небольшая, 10 человек. Это в основном все спортсмены, которые активно участвуют в мероприятиях, в том числе проводят патрулирование. Там, где купаться строго запрещено, будут размещены информационные щиты. К таким местам, например, относятся Барские пруды в Гребневском поселении и Доломитовые карьеры, где в прошлом году двое человек погибли. Доломитовые карьеры, глубина очень большая, то же самое гибнут. Вот там надо какой-то подвижный патруль наставлять. Обсудила комиссии меры подготовки к пожароопасному периоду. До так начальник Щелковского гарнизона пожарной охраны рассказал о том, что на это время будут задействованы дополнительные ресурсы. В итоге в распоряжении гарнизона будет 15 единиц техники и 45 человек личного состава. В поселениях также скоро стартует подготовка пожарных пирсов в специальных водоемах, собственной технике и добровольческих дружин. Александр Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.